Данная новость Земля плоская То есть ученые из Южной Америки, из Бразилии Из организации Дакила Пескизас Доказали то, что Земля не имеет форму шара Ни в коем случае То есть теория о том, что наша Земля круглый шар Отправляется полностью в мусорку Нам врали, ну скажем так, нам врали очень много про это Меня удивило вообще то, что все-таки люди решили сделать этот эксперимент И обнародовать свои результаты И это, я не знаю, произведет большую шумиху, наверное, в мире Но, как всегда, все замнется И мне кажется, в результате они все-таки откажутся от своих слов Ну, в результате там некоторых манипуляций Откажутся от своих слов И все это благополучно забудется Но пока это не случилось Вот, чтобы вы знали, что ученые доказали, что Земля все-таки плоская Как они доказали это? То есть организации из Южной Америки, из Бразилии Значит, они произвели несколько опытов Которые проводились с помощью лазерных лучей GPS-оборудования Также радиоволн и мощных камер И мощных видеокамер Значит, опыт с лазерными лучами проводился Несколько раз и от 15 до 35 километров То есть над поверхностью воды На таком расстоянии от 15 до 35 километров Значит, в чем суть эксперимента состояла Одна команда на одной стороне залива Ставили на острове лазерный аппарат Который пускает луч очень большой дальности Значит, этот аппарат разместили на высоте 1 метра над уровнем моря Аппарат включается Лазерный луч бьет на расстояние 35 километров На сторону другого пролива На другую сторону там пролива Или даже через озеро Титикака они делали это И вторая команда должна увидеть этот луч, скажем так По официальной теории Если наша земля является такой, какой она является То есть формой шара То по официальной теории Лазерному лучу должен препятствовать бугор Который будет высотой 24 метра То есть лазерный луч должен упереться в поверхность воды И не пройти на другую сторону, скажем так Вторая команда не должна его увидеть Но результат был совсем иной Другая команда увидела, скажем так, этот луч На расстоянии 35 километров То есть этот луч добил до них и до второй команды То есть никаких препятствий на пути луча не было То есть теория О о том, что земля имеет форму шара Отправляется на мусорку Также проводили эксперимент с помощью мощной камеры Суть эксперимента в том, что корабль плывает в море Яхта там плывает в море И с берега наблюдают за ним Когда же он скроется из виду Первый раз они смотрели Корабль действительно скрылся из виду Сначала весь, а потом мачта осталась И то есть он ушел за поверхность воды Ну они разочаровались сразу Думали, что то, что земля форму шара имеет Но потом они поставили мощный телескоп Огромные силы увеличения И посмотрели, что яхта не скрывается на самом деле Она все удаляется и удаляется и удаляется Там на большое расстояние И не скрывается за поверхностью воды И они были в недоумении Почему без аппарата яхта скрывается А с мощным телескопом она не скрывается И потом они выяснили, что есть Какое-то своего рода искажение такое Эффект, который происходит в пустыне Эффект миража там Эффект фатоморганы, как они его называют Ну и в итоге они пришли к тому выводу Что корабль не скрывается За поверхностью воды Потом они проводили еще один эксперимент с GPS Каким-то там GPS Ну я понял из перевода Какой-то специальный аппарат GPS Который вычисляет координаты точки В пространстве И они сделали такой эксперимент То есть если земля имеет форму шара То два здания высоких Они должны иметь как бы Разное расстояние между их основанием И разное между их верхушками Этими зданиями Если же земля плоская То расстояния должны быть одинаковые Ну и что вы думаете В результате эксперимента выяснилось Что расстояние между верхушками и основаниями Абсолютно одинаковое То есть это доказывает Еще раз доказывает то, что земля плоская Но это уже расстояние было 3050 километров Это очень много, ребята То есть на расстоянии 35 километров Они выяснили, что земля плоская И на расстоянии 3050 километров Они выяснили, что земля плоская Ну и еще один эксперимент В довершении они произвели Эксперимент с радиоволнами То есть на расстоянии 15 километров Как и в случае с лазерным лучом Они на двух берегах Они делали Скажем так Одна команда принимала радиоволны А вторая команда излучала радиоимпульс Радиосигнал И на расстоянии 15 километров Должен быть бугор Препятствующий бугор В высоте 3,8 метра То есть 4 метра должен быть бугор А радиоволны через малейшее препятствие Они не проходят То есть именно их вот этот аппарат Ну и результат этот оказался Точно таким же То есть радиоволны прошли Они успешно там подключились К другому компьютеру Как-то там они объясняют Из перевода То, что ну успешно На расстоянии 15 километров Они Их радиоволнам Никакого препятствия не было То есть Опять же доказательство того Что земля плоская То есть поверхность воды плоская Также в этом фильме Они объяснили то, что Они объяснили то, что Отсутствует гравитация То есть с гравитацией Что-то не то С теорией гравитации Она уходит полностью И вместо того Ну они предположили, что Вся гравитация зависит От какого-то поля Электромагнитного поля Скажем так Которое притягивает Предметы к поверхности Земли И это поле И более того Они доказали Что атмосфера Наша имеет форму линзы Такой Скажем так Над поверхностью Земли И это гравитационное поле Удерживает эту атмосферу Линзу Над нами И в результате чего Там И появляется эффект Дня и ночи Когда солнце Там Преломляются Лучи солнца Через эту призму Скажем так Линзу-призму И получается эффект Дня и ночи Вот это Они доказали то, что Ну и с солнцем Тоже что-то не то Они объяснили Что солнце Намного ближе Находится к Земле То, что она имеет Намного меньшую На меньший размер Чем официально заявлено А также И луна Тоже имеет форму Более приближенную Солнцу Скажем так Одинаковую Это кстати Похоже на теорию Масонскую теорию Которая Есть масон Есть видео в интернете Где масон Объясняет теорию Плоской Земли Вот это очень похоже Начинает очень Быть похожим На эту теорию Значит С солнцем Что-то не то И с луной Тоже что-то не то Они говорят Что не может быть Она такого размера Огромнейшего А наоборот Скорее всего Солнце Вращается Нашей планетой А планета Неподвижная Значит Следующее Что они выяснили То, что Расположение континентов И их размер Совсем иной Чем нам Рассказывают Они сделали Запись В течение Двух лет Они записывали Движение солнца В разных континентах На разных точках Планеты И пришли к выводу Того Что континенты Имеют Другую Немножко Форму Другой размер И совсем иное Расположение Они выдвинули Новую Теорию О том Что континенты Они образуют Совсем По-другому Расположены Друг к другу Ну и более того Что они Скажем так Выяснили Что еще есть Один континент За полярной Шапкой То есть За шапкой льда Есть какой-то еще Континент То есть Наша земля Оказывается Мы вообще Ни черта не знаем Про свою землю Оказывается Еще какой-то Континент Есть один Вот То есть Вся теория О нашей земле Она отправляется Полностью в мусорку Абсолютно Вот Поэтому Нам Скажем так Врали Очень много лет И мы Верили в это Сейчас же Полностью Изменилась Вся теория Но это не значит Что земля Изменилась Она и была Такой Но мы просто Не знали Про это Теперь вот Мы будем знать Скажем так Посмотрим Что дальше Будет Из этого фильма Что Они еще дальше Продолжают Свои исследования Но я не знаю Честно говоря Я прогнозирую То что Всю эту лавку Ихную закроют И все благополучно Это замнут Скажем так Пока это все еще Не вырвалось На свободу Ну оно уже Вырвалось Скажем так Ну я не знаю Что тут будет Из этой теории Но они Очень так Доходчиво Объяснили Что земля Плоская Из их экспериментов Точно видно То что земля Не имеет форму шара А именно Она плоская На расстоянии 35 километров И сменяли И 3000 километров Вот То есть Именно Плоская земля Вот Ходили тут Слухи о плоской земле А тут Опа И подтвердилось Это То есть Тут очень все интересно На самом деле Вот Ну из этого фильма Ясно то Что земля Именно плоская То есть Она не имеет форму Там шара И Вообще Там Никаких выпуклостей На поверхности воды Там Не обнаружено То есть Скорее всего Что земля Именно плоская О самой форме планеты Они еще Ну не говорят Толком Они говорят Мы в замешательстве Мы толком Не знаем Они только предположили Что земля Там Ну точно ясно Что земля Плоская А сама форма планеты Еще неизвестна Что тут Как Тут полностью Мировоззрение Перевернулось Ну а с вами был Белогор Ребята Всем спасибо За внимание И пока Пока